Весна уже не за горами, однако зимние хозяйственные проблемы всё ещё актуальны. Домоуправляющим компаниям расслабляться нельзя. Специалистами АТИ в Преокском районе было проинспектировано несколько адресов, а в том числе Нижегородская сельхозакадемия. Вот это же идёт в первую очередь угроза, не здоровая. Нет, я не спорю с этим. Сколько вам нужно времени, чтобы вы убрали этот сосуд? Сегодня уберёте? Ну, сегодня, завтра, два дня, в любом случае. Потому что объём большой, получается... Вот конкретно вот этот учебный корпус? Учебный этот корпус уберём сегодня. По правилам благоустройства, хозяйствующие объекты должны в ежедневном порядке очищать свои территории. В случае ненадлежащего исполнения своих обязательств им грозят штрафы, а при повторном нарушении штрафы будут в два раза больше. Ежедневно мониторится территория в свободном, как говорится, графике. Если поступают сигналы граждан, естественно, мы выезжаем в эти адреса и уже углублённо защищаем ситуацию. За нарушение то, что висят сосульки на юридическое лицо, минимальный штраф 40 тысяч. Представители сельхозакадемии заверили инспекторов, что исправят ситуацию в самое ближайшее время. И даже предоставили подтверждение предыдущей уборки крыши территорий. Что касается содержания крыши, очистки от нальди и снега, тоже работы ведутся. У нас заключён договор, у нас составлены графики очистки. Буквально на этой неделе мы уже основную часть зданий освободили от крыши и от нальди. Ну вот занимаемся сейчас главным учебным курсом. Территория большая, соответственно, работы ведутся не в той скорости, которую хотелось бы, конечно. Но основную массу, где у нас проходит народ, мы почистили. И уверены, что там как-то через чайное происшествие не произойдёт. Ещё одной точкой рейда стала придомовая территория дома номер один по улице Батумской. Сотрудники АТИ зафиксировали, что территория обслуживающей организации не убрана, в отличие от муниципальной, которая находится с другой стороны этого же дома. Мы сегодня по поручению главы города в очередной раз провели рейды по содержанию придомовых территорий и хозяйствующих субъектов на предмет очистки от снега и нальди. На данном адресе мы увидели, что наконец начали очищать территорию. Но до этого мы их уже неоднократно привлекали. По сосулькам, а также по поручению главы и в связи с погодными условиями мы проводим ежедневные рейды. Здесь мы тоже увидели наличие на кровле сосулек и нальди. Также в отношении сельхозакадемии будут приняты меры. Им грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Напомним, с жалобами на ненадлежащее содержание придомовых территорий и кровель нижегородцы могут обращаться как в районное дело административно-технической инспекции, так и в городское АТИ. Служба информации Анна Кормакова.